Русские блогеры обеспокоены пополнением своего кошелька из-за блокировки YouTube. Компания уже приостановила монетизацию для российских производителей контента. Успаниковался от этой ситуации и 39-летний Сергей Мизенцев. «Многих сильно подкосило, нервничает недозвезда. Если вырубят YouTube, мне практически конец. Из-за того, что я старый и много потел, меня помнят. Просто я здесь реально могу зарабатывать легально. YouTube бесплатный, он работает, и это видео – это класс. А тут оп и лавочку для вас, дорогие соседи, закрыли. Ну ничего, по-любому будет много вакансий в вашем нашумевшем вкусно и точка, туда вам и дорога. Так, если бедного блогера притеснили и обобрали, то почему же он и дальше молчит о войне Украине? Всего-то дело взбунтоваться, выйти на протест, сказать пару слов о своем диктаторе с пребывахом империалиста, что-то делать, а не молча сидеть и ныть, что забрали деньги. Деньги забрал не YouTube, а Путин, который начал войну и привел вас к тому, что имеете. Наслаждайтесь теперь, молчуны блогеры». Блогер признался, что гонорары помогают ему чувствовать себя уверенным, несмотря на приближающийся серьезный юбилей. «Сидя на вбороду без фребро или как? Ну ничего, остатков заработка хватит на корвалол. Я не верю в кризис среднего возраста, у меня просто деньги появились, были бы они в 25 лет, я бы тоже купил себе самый распрекрасный мотоцикл, и все бы говорили, что-то рановато для кризиса среднего возраста. У меня теперь есть роскошь, просрать бабло, можно и воспользоваться хотя бы один раз в жизни». А люди «Ой, все, ты смешон, старичок», рассуждал он в своем YouTube-подкасте «Сережа и микрофон». «Ну вот и все, ну вот и все, деньги уходят из жизни Мезенцева». Что теперь скажет Сережа о кризисе среднего возраста. Напомним, что в прошлом году Мезенцев женился во второй раз, избранницей артиста стала стилист Марьяна Елисеева. Ранее он много лет жил в союзе и с матерью своего сына. После развода Сергей оставил первой супруге квартиру и машину, он также обеспечивает семье крупные выплаты, чтобы мальчик рос в достатке. Но теперь все, будет Мезенцев или бомжевать, или клянчить деньги в ТикТоке. Продолжение следует...